В Славянск приезжают трое иностранцев польского происхождения. Здесь работает 200 человек. Здесь была и библиотека, и общежитие. Ему больше 120 лет. Сегодняшняя Донецкая область во второй половине 19 века – это территория бурного промышленного роста. Сюда приезжают инвесторы из Бельгии, Франции, Германии, Англии, Польши. Открывают шахты, горно-перерабатывающие предприятия. Не был исключением в этом отношении и Славянск. В 1895 году в Славянск приезжают трое иностранцев польского происхождения. Ян Зевульский и два брата – Владислав и Юзеф Лянге. Они здесь открывают акционерное общество по производству керамических изделий. Сначала делают кирпичи для промышленных труб, потом постепенно переквалифицируются на керамическую плитку. Потому что в Польше, в городе Апочна, у них уже был такой завод. Здание выполнено в псевдоготическом стиле и выделяется среди остальных строений города того времени. В 80-х и 90-х годах здание имело стеклянную крышу. Всего за 6 лет с 1895 по 1901 акционерное общество Дзевульского и Лянги становится крупнейшим предприятием в Славянске. Здесь работает 200 человек. Специализируется предприятие Акционерное общество Дзевульского и Лянги на производстве так называемой метлахской плитки с высокохудожественным орнаментом. Для разработки рисунков для плитки привлекаются профессиональные художники. Сама плитка как по качеству, так и по красоте получает всевозможные награды на европейских выставках. Кстати, метлахская плитка, само название метлахская, происходит от немецкого города Метлах. Это город с древними гончарными керамическими традициями. Обычно метлахская плитка отличается особыми характеристиками прочности. И вот та плитка Дзевульского и Лянги, она по прочности, по этим характеристикам обычно сравнивается с современным керамогранитом. Особой популярностью пользовалась напольная плитка Дзевульского и Лянги. Даже в Славянске ее можно найти, наверное, в каждом третьем старинном здании. Она была на платформе железнодорожного вокзала, ее покрывали тротуары в центре города. И даже еще один памятник архитектуры, часовня Залезского на Старогородском кладбище, там тоже до сих пор есть эта плитка. Владельцы покинули это здание в 1919 году, бежали от большевиков. В советский период конторы Дзевульского и Лянги, это отдельная история, здесь была и библиотека, и общежитие. К концу 90-х это здание постепенно разрушается, и несмотря на то, что в 1999 году оно стало памятником архитектуры, сейчас это практически руины. Здесь нет ни крыши, ни лестниц на второй этаж, ни окон, ни дверей. Осталась только метлахская плитка на полу. Субтитры создавал DimaTorzok А вот это здание, вернее то, что от него осталось, это бывший завод Кузнецова, одно из самых старейших промышленных зданий области. Ему больше 120 лет. Завод Матвея Кузнецова открылся в 1890 году. Здесь производили изоляторы для электрических сетей. Но уже через 8 лет, в 1898, здесь случился крупный пожар, и производство пришлось приостановить. В материалах остались письма, в которых управляющий новым предприятием извещает, что фабрика сгорела в 5.30 утра и просит помощи от страхового общества. Получив страховку, владелец больше восстанавливать производство не стал. До пожара здесь изготавливали электрофарфоровые изоляторы и, как говорят исследователи, производили там и бытовую посуду, чашки, чайные и кофейные сервизы. Изделия этого предприятия, которое просуществовало до 1915 года, имели свою торговую марку – «Товарищество Кузнецова в Славянске». По легенде, именно сырье, глина, которой вокруг Славянска очень много, позволило закрепиться производству Кузнецова в Славянске, плюс еще три ежегодные ярмарки, воскресные базары. Это была перспектива удобного и эффективного сбыта продукции. После пожара завод уже у сына Кузнецова выкупил рижский купец по фамилии Эссен. Примечательно то, что завод он выкупил, принял решение выкупить этот завод, после того, как случился пожар на его собственном керамическом предприятии в Риге. Здесь он покупает предприятие, славянское, завод Кузнецова, и переоборудует его на производство фарфора. Кроме всего прочего, здание завода Кузнецова имело очень удобное расположение. Рядом проходила главная железнодорожная артерия Старого Славянска, которую местные жители называли ветка. Ветка имела важное значение в жизни города, но об этом мы расскажем в другой истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова